Ленин пришел на работу, но Владимир Ильич с нами будет работать. Никто не ожидал, что Ленин, руководитель партии, правительства, пришел вместе с нами, с курсантами, в простой рабочей одежонке, принять участие своим трудом. Для нас было величайшее счастье участвовать в этом субботнике вместе с Владимиром и Владимиром Ленин. Вот Владимир Ильич спрашивал, круглозит две работы, отрапортовал, что прибыло в ваше распоряжение, назначайте работу. И подчас же группой приступили к работе. Вот один из курсантов поднял за тяжелую часть бревна небольшое сравнительное дерево, но конец с его другой волочится по земле и тормозит движение. Владимир Ильич замедлив это, подбежал к этому концу бревна, подхватил, бросил себя на плечо и, выровнив ногу с курсантом, вместе с ним отправился сбрасывать это бревно в место, которое было указано в Боровицком воротам. Владимир Ильич вначале работал с курсантом, затем к нему присоединился наш комиссар Курсов, Борисов. Илья Борисович, старый, член партии, бывший рабочий завода «Динамо Москвы». Вот несут они вместе с ним бревно, вот бросили бревно, идут, возвращаясь к месту, где еще есть бревна, и комиссар замечает, что Ленин ускоряет шах, когда он подходит к этой куче бревен. Он замечает, что Ленин берется за более тяжелую часть дерева, законы ли его. Борисов замечает, что это повторяет, что Ленин ускоряет шах, когда подходит, и опять берет за тяжелый конец. Не выдерпил наш Борисов. Владимир Ильич, как-то неудобно получается, я замечаю, что вы все время за более тяжелый конец дерева беретесь. Вы же постарше меня, я помоложе вас. А раз постарше, так слушать старшего, и берет, поднимает снова тяжелую часть себе на плечо, и несет, улыбает. Ну вот, погода еще лучше, солнечные лучи. Совсем разогрели нас, да еще работа нелегкая. Мы уж как устали. Тогда комиссар обращается к Владимиру Ильичу. Владимир Ильич, может быть, с вас уже хватит, вы поработали достаточно. Теперь уже немного осталось. Мы без вас сделаем. Ну, видно, Владимир Ильич доволен таким предложением. Он, конечно, и устал. И не только с заботой у него. Кажется, он соглашается. Но нужно было Борисову сказать еще одну правду. Ведь, Владимир Ильич, у вас, наверное, есть дела поважнее. Вы бы видели, дорогие мои юные друзья, как преобразился весь Ильич. Какая другая, более важная работа может быть для членов партии, для гражданина Российской социалистической оперативной республики, как работа. Сегодня субботник для всех. Продолжение следует... Растoughing... Продолжение следует...